Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Как и всегда, мы расскажем о самых ярких происшествиях уходящей недели. Ну а начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли и 27 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 163 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС ГОИ выявили более 17 тысяч нарушений ПДД, в том числе 69 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 38 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 10 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Выявлено более 800 нарушений, связанных с управлением тонированным автомобилем. 76 нарушений совершили пешеходы. Выявлено 25 нарушений, связанных с перевозкой детей. А также 45 нарушений допустили водители грузовых автомобилей. 14 мая примерно в 3.20 в Шацком районе на 340-м километре автодороги М5 Урал автомобиль УАЗ с прицепом под управлением 54-летнего жителя Сызрани по предварительной информации совершил столкновение с автомобилем Митсубиси Грандис под управлением 45-летнего жителя Липецкой области. В результате происшествия 43-летняя пассажирка автомобиля Митсубиси Грандис скончалась на месте ДТП. Также водитель автомобиля Митсубиси Грандис, его 32-летняя и 25-летняя пассажира получили травмы и были в госпитализированное медицинское учреждение. Проводится проверка. О профилактике вождения своего автомобиля в пьяном виде госавтоинспекция говорила не раз. Еженедельно, практически пятницу, субботу и воскресенье сотрудники проводят рейды, которые направлены на выявление нетрезвых водителей. И самое грустное, говорят они, что выявлять продолжают. Ночью могут и не заметить. Наверное, так подумал водитель иномарки, когда садился за руль под шофе. Но, как говорится, не получилось. Авто остановили сотрудники госавтоинспекции. Запах алкоголя почувствовали сразу. Предложили пройти проверку. Но водитель, видимо, решил все же прибор обмануть. Вот раз прервал выдох, вот второй. На третий раз прошел процедуру. Честно. Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если нарушение повторма, то сумма вырастет в 10 раз, а прав лишат на 3 года. Плюс исправительные работы или путевка в места не столь отдаленные на 2 года. Кстати, штраф и лишение водительских прав теперь грозит и водителю, который от прохождения медосвидетельствования отказался. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушным к проблеме пьянства за рулем. Сообщаю полиции о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Если вы стали свидетелем управления транспортным водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону 29 74 54 либо 29 74 64. Сотрудники Рязанской полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения. Сотрудники госавтоинспекции рассказали, что в худшем случае автомобилисту, на которого пожаловались, грозит остановка и быстрая проверка. Если подозрения не подтвердятся, то водителя просто отпустят. А это уже другая ситуация. Машину остановили 9 мая в Ряжске. В ходе проверки документов полицейские почувствовали запах алкоголя. Предложили пройти проверку на алкотестере. Так, смотрите, в нашем распоряжении имеется приборчик, трубочки одноразовые. Используем. Не, подожди, подожди, подожди. Не уходи. Войди. Подождите, Войди. И раз попытка побега не удалась, алкотестер пришлось проходить. Но не с первого раза и не со второго. В общем, 16 попыток спустя наконец получилось. Давай. Набирай воздух. Набери воздух. Воздух набери. Понятно. Начальник управления госавтоинспекцией МВД России по Рязанской области Сергей Романов призвал водителей не допускать нетрезвого вождения. Цитата. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения. Человек во время воздействия на его организм алкоголя или наркотиков не в состоянии контролировать свои действия. Реакция на подобные одурманивающие средства у каждого человека разная. Но агрессивное или расслабленное состояние в равной степени является опасным при управлении автомобилем. Многие водители не осознают степень опасности, которую они создают, садясь пьяным за руль. Госавтоинспекция призывает общественность выступить за трезвое вождение на наших дорогах и обращается к жителям и гостям области с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Конец цитаты. Сергей Романов привел статистику с участием лиц в состоянии алкогольного опьянения. В 2022 году зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях 40 человек погибли и 191 человек получил травмы различной степени тяжести. За первые 4 месяца зарегистрировано 20 ДТП с участием нетрезвых водителей. Как итог, 28 пострадавших и один погибший. Изучать правила дорожного движения можно и с интересом. Особенно если преподаватели это старые привидения, а учебная комната заброшенный чердак. В общем-то спектакль с такой идеей идет в Рязанском дворце молодежи уже 2 года. И называется страшные истории или как не стать привидением. Почти все персонажи постановки призраки. И каждый погиб в ДТП, причем по своей вине. Вот девушка, например, красилась за рулем. А привидение в шляпе и сюртуке самое старое из всех. 300 лет назад его повозка опрокинулась и человек улетел в кювет. Правда, за поводью он сел в нетрезвом виде. И теперь у этих сущностей важная задача – уберечь современного ребенка от лихачества на самокате. Такой небольшой спектакль преподносит детям младшего школьного возраста и среднего школьного возраста для того, чтобы дети еще раз вспомнили о требованиях безопасности дорожного движения на проезжей части. В веселой, интересной форме ребятам рассказывается о необходимых требованиях дорожной безопасности. Они вспоминают о некоторых требованиях дорожных знаков, дорожной разметки, управлении средствами индивидуальной мобильности, использовании световозвращающих элементов и другие очень важные аспекты безопасности. Сценарий придумывали совместно с госавтоинспекцией. Одни работали над поворотами сюжета, другие же проверяли его на соответствие действующим правилам дорожного движения. Получился часовой спектакль, который два года успешно показывают юному зрителю. Может быть, еще во что-нибудь, так сказать, поиграем? Подобойте, в перегонки! Так, и много очень интерактивных моментов. Мы стараемся их вовлекать в процесс, потому что только так, мне кажется, можно чему-то научиться, когда ты сам проживаешь какие-то определенные моменты во время представления. Они там и помогают, и они отвечают, они нас поправляют, если мы что-то неправильно говорим. Они вовлечены на протяжении всего спектакля. И потом, после того, как заканчивается представление, очень много как раз таких отзывов, что так здорово, наши дети там и повеселились, и научились чему-то новому. История создания первых авто, рассказ про дорожные знаки и дорожные ловушки – все это есть в спектакле. Сегодня на него пришли победители городского этапа конкурса «ЮИД – это здорово». Скоро у ребят областной старт, поэтому небольшая разрядка перед соревнованиями не повредит. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактическую акцию под названием «На новом мотоцикле – безопасный путь». В местах продажи мототранспорта они раздают профилактические листовки, где напоминают основные правила безопасности дорожного движения и советуют, как подобрать соответствующую экипировку. В этой небольшой памятке все основные рекомендации для родителей. Например, советы по подбору защитной амуниции для ребенка. Это если транспорт покупают непосредственно ему. А вот если взрослый выбирает для себя, то рекомендации дают сами продавцы. Минимальная экипировка для мотоциклиста, конечно, влетит в копеечку. Если это мотоцикл, то нужно рассчитывать на шлем где-то ценой 8 тысяч, перчатки где-то полторы тысячи рублей, защита спины и на локотнике, так называемой черепашки, где-то 10 тысяч рублей и мотоботы от 15 тысяч рублей. Водителям скутеров советы тоже дают. Экипировку подбирают под бюджет. Например, на нем сильно не разгонишься. Поэтому профессиональный мотоциклетный шлем покупать явно не стоит. Впрочем, опытные водители уже весь необходимый перечень знают. А вот правила дорожного движения сотрудники госавтоинспекции советуют все же повторить. В целях предупреждения аварийных ситуаций на дороге сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям мототранспорта несколько простых правил. Всегда используйте защитную амуницию. Строго соблюдайте скоростные ограничения. Соблюдайте требования по регистрации транспорта. Своевременно проводите обслуживание своего мототранспортного средства. При движении всегда должен быть включен ближний свет фар, вне зависимости от времени суток. Запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения. Сел за руль без водительского удостоверения. Штраф от 5 до 15 тысяч. Железного коня придется вызволять со штрафстоянки. Пьяному за рулем санкции такие же, как и к водителю авто. 30 тысяч штрафа и лишение прав. Нередко ДТП с участием мототранспорта происходит вследствие нарушений со стороны их водителей. Среди таких нарушений – несоответствие скорости конкретным условиям движения. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и другие. Это особенно опасно тем, что водители и пассажиры мототехники в случае ДТП рискуют получить серьезные травмы, даже двигаясь на небольшой скорости. Риск возрастает еще больше, если мотоциклисты не используют средства пассивной безопасности. С начала месяца текущего года уже произошло 20 ДТП с участием мототранспорта. Два человека погибли, 21 получил травмы. Опытные мотоциклисты знают, что у этого транспорта есть свои особенности и тонкости, с которыми нужно заранее ознакомиться. И только так, говорят они, можно будет не допустить стандартных ошибок. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.